Меры повышения доступности медицинской помощи на повестке дня в правительстве региона. Проблема номер один – нехватка кадров. Специалисты сосредоточены главным образом в областном центре, тогда как лечение требуется и людям, живущим за пределами Иваново. Укомплектовать кадрами больницы периферии – дело не одного года, рассказывает Светлана Романчук. А потому сейчас единственный выход – выездные формы работы и доставка пациентов в столицу региона. И когда мы говорим, что давайте сохраним вот в той деревне больницу, в этой деревне больницу, мы за. И если вы обратили внимание, Департамент здравоохранения за последний год никаких сокращений не проводил коечного фонда. Но сохранять койки сами по себе бессмысленно, если там нет кадров. Кадровая арифметика на данный момент в регионе такова. В 2016 году в учреждении здравоохранения трудоустроено 198 врачей, в том числе в село 21 человек. Потребность лечебниц в участковых терапевтах, педиатрах, узких специалистах составляет порядка 190 медиков. Не укомплектовано большинство учреждений районов. При этом пытаются поменять ситуацию в свою пользу лишь 8 муниципалитетов. Они предоставляют приезжим медикам служебное жилье. А между тем, привлекательными условиями при желании специалистов заполучить можно. Тем более, что в этом году медакадемия выпускает 300 студентов. То есть пока еще безработных врачей. Планы по ординатуре 100 мест. То есть 100 человек из 300 примерно могут продолжить обучение в клинической ординатуре. То есть 200 человек пойдут в практическое здравоохранение. Причем только, спасибо Светлана Викторовна, только в первичное звено. Более того, в этом году мы выпускаем еще 278 человек. Это выпускники интернатуры, ординатуры. То есть вообще такая складывается в этом году уникальная ситуация, когда около 500 человек одновременно выпускаются в практическое здравоохранение. Отдельный вопрос для дискуссии – дороги, по которым ездят скорые. С одной стороны, время – деньги. И потраченные на объезд ям минуты могут стоить жизни. С другой – это фактически все дороги региона. Поэтому для первоочередных работ выбрали самые плохие. Это такие первоочередные дороги, как Ростов-Иваново-Нижний Новгород, в Палежском, Савинском районе, Тейковском районе. Это дорога Шуя, Кинешун-Шуя, которая также вошла, как Шуйский район, Савинский район, Лежневский район, по дороге Лежнево-Высока и ряд других. Работа по ремонту этих дорог запланировано выполнить в 2017 году. Из регионального фонда на данные цели будет направлено более 500 миллионов рублей.